ребята всем привет и так что мы будем слушать сегодня а сегодня мы будем слушать вот такую микро систему микросистема samsung samsung mme 430d состоит она из блока с cd-dvd проигрывателем и вот таких вот колонок ну во первых что представляет из себя этот ящик все это модель немножко уже устаревшая но тем не менее в ней есть bluetooth значит здесь находится 9 сиди проигрыватель и вход для флешки то есть это микросистема способна воспроизводить не только музыку но и фильмы закрываем эту крышечку обратно что меня прикололо то что этикетка находится не сзади как обычно на многих системах а сбоку я сперва полез смотреть сзади и думаю а где же модель искал искал и смотрю сбоку и сверху в эту систему можно подключать iphone и если мы нажимаем вот эту кнопочку сейчас фокус оберется вот то и samsung телефон единственно но так как модель немножко устаревшая то некоторые модели айфона сюда уже не встанут там по моему же другие пистики и кстати самые новые модели samsung телефонов тоже сюда не встанут то есть это немножко для более старых моделей так закрываем как это все выглядит сзади значит сзади вот видите такие штыкеры для для акустических систем есть ходами выход и там вот еще выход и аукс и антенна и всякие такие дела система по весу достаточно легкая вот я бы сказал бы даже для такого размера неприлично легкая не скажу вам вес граммах но в принципе при желании в интернете это можно найти но достаточно легкая значит акустические системы двухполосные вот высокочастотник причем похож на тканевый высокочастотник и вот такой вот mid bass видите причем вот эта тема samsung а на других системах как-то не обращал внимание или не замечал когда резинка вовнутрь и динамика будут находиться внутри вот этого пластмассового корпуса я имею сам подвес и этот динамик он так сказать на пуле но это пуля визуально то есть динамик не двигается на пуле а пуля двигается вместе с динамиком то есть это такой скажем так скорее маркетинговый ход как выглядит эта система зале акустическая система вот фазоинвертор данные и проводки тоненькие проводки значит то есть с этой на этой системе можно слушать можно смотреть dvd диски можно слушать музыку можно слушать радио можно подключать внешний источник аукс через аукс можно подключать флешку usb единственно ребята я вам не отвечу на вопрос там не изучал с флешки это мини система воспроизводит только музыку или фильмы например тоже не знаю не буду придумывать и принципе не столь суть важно все таки как сказать изучаем на вопрос аудио значит выходная мощность этой системы 2 по 60 ватт рмс ребята всегда имейте ввиду что я в большинстве случаев я оперирую цифрами которые указывает производитель поэтому если у вас есть какие-то претензии по мощности ребята вам не ко мне пишите производителю я лишь озвучивать то что указывает производитель но при этом я вам скажу что в подавляющем большинстве случаев не всегда но процентах 90 95 случаев производитель указывает реальные цифры есть лишь только один вопрос на каких параметрах эти цифры взяты на каких параметрах эти цифры замерены вот потом может быть у вас возникнет вопрос для чего я на подставке вот смотрите подставки вот такая площадь я сверху положил вот такие доски более широкие для чего это сделал дело в том что вот эта деревянная поверхность это вот и есть так сказать условно говоря настройка акустических систем что эта поверхность она добавляет отражение на бас благодаря чему баса становится немножко больше я вам не скажу какие там накрутки не накрутки стоят в меню насколько знаю по моему все стоит по нулям но не могу вам этого гарантировать по одной простой причине у меня нету сейчас пульта и по этой причине по этой причине я не могу точно править параметры да я могу подключить телевизору у этой системы есть одна такая прикольная фишка которая мне нравится у самсунга это соединение и не нет это когда вы стивили с телевизионного пульта можете управлять по моему насколько помню да это когда вы с телевизионного пульта можете частично не всеми функциями но частично некоторыми функциями управлять с телевизионного пульта то есть на телевизоре то есть для этого вам оригинальный пульт от этой микросистемы не нужен вот вот в этом фишка any net плюс соединение ну и собственно говоря бла 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 и переходим прослушки слушаем слушаем mp3 через bluetooth и погнали слушаем разную музыку да вот еще один такой минус этой системы заключается в том что если вы bluetooth отключили а потом включили то автоматом он у вас не соединяет телефон с этой системой и вам надо заново коннектиться так ну вот система уже выключилась походу так я думаю почему тут подсветки нету сейчас мы как только я с на телевизор основной телефон в какой-то момент ай-фай система ушла в режим ожиданий дисплей бледный по всей видимости он немножко подсел уже так и кто у нас источник по идее должен остаться тоже но мы сейчас это увидим так пробуем еще раз подключиться за коннектиться к этой системы так готова ну вот итак поехали и через бутыл соединения я могу например выставить громкость на проигрывателе на максимум регулировать громкость с телефона то есть добавлять убавлять вот теперь с телефона я добавляю громкость и Продолжение следует... 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 нажимаем еще раз теперь он открыл берем какой-нибудь диск только один диск послушаем ребята мы не будем много слушать не знаю с диска может быть какие-нибудь отдельные композиции заблокируются может нет а ей руки-крюки ну интересно кстати громкость убираем громкость этого с диска громкость выше чем через bluetooth соединения соответственно нагрузка на колонке тоже больше лишь привод работать несколько шумно не знаю так в оригинале или от возраста здесь к чувствительно громче а а а а а и а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, это была система Samsung MME430D, значит, универсальная мини-система, через которую можно слушать, смотреть фильмы с DVD-дисков, может быть, и с флешки, не знаю, не могу сказать, но USB-проигрыватель у него есть, как минимум, MP3 с флешки, он точно читает. Значит, можно слушать простые аудио CD-диски, можно подключать любой другой источник через соединение AUX, соединение с телевизором можно делать через HDMI, или HDMI, как кто-то говорит. Вот, значит, система мега компактная, сами видите, маленькая такая компактная, очень удобная, куда-нибудь, скажем, например, в квартиру. Мощность 2 по 60 ватт RMS, так заявлено производителем, но мы знаем ватты Samsung, понимаем, что немножко они рисованные. Вот, но, тем не менее, если судить по громкости, скажем, этой системы, могу сказать, что, в принципе, ее громкости достаточно в помещении, ну, в квартиру, либо, скажем так, в помещении где-то, ну, 18 квадратов. Если вы хотите озвучить помещение побольше этой системы, такое тоже, на самом деле, возможно, но для этого вам вот эти маленькие колонки надо поднять под потолок. Тогда громкость увеличится приблизительно в два раза, даже, может, раза в три. Вот. И, в принципе, система дешевая, свой функционал выполняет, и звук при этом, говорю, на свой вкус, звук при этом не утомляет, то есть, я не говорю про его качество, я говорю, что сам по факту звук, как бы, по крайней мере, меня, он не утомляет. Вполне такой звук, который можно слушать долго, вот, и все-таки это универсальная система, они специализированы, заточены, где стоят большие, там, напольники, или вот какие-нибудь вот такие, да, то есть, ну, все-таки размер тут маленький. Я скажу, что для этих малышей, для вот таких маленьких малышей, вот, посмотрите, моя рука по сравнению с ними, да, на самом деле, играют они вполне достойно громко для своего размера. И, как ни странно, вот при этой грамотной установке, допустим, вот, когда вот тут я подставил такие подставочки из дерева, у них достаточно ощутимый бас, то есть, я бы сказал бы, что я ожидал бас от этой системы меньше. Вот, ну, а дальше все, как всегда, ребята, вы сами все знаете, вы высказываете свое мнение в комментариях, вот, и когда вы высказываете мнение в комментариях, понимаете, что это не high-end система за, или не супер-пупер хай-фай система, там, за несколько тысяч долларов, вот, а стоимость этой системы достаточно копеечная. Вот, значит, ребята, с вас комментарии, с вас лайки, надеюсь, вам понравилось, и кто не подписался, подписывайтесь, и смотрим еще много разного. Все, ребята, всем пока-пока.